Я приветствую вас на моём канале. 4 марта по церковному календарю отмечается День Святого Филиппа, хотя в народе он более известен как Архип или Филимон. Сегодня люди проводят весенние обычаи, приносящие счастье и удачу, а народные приметы на 4 марта помогают привлечь успех в свою жизнь. Сегодня люди празднуют начало весны. В честь прихода Солнца устраивают многочисленные весенние обряды, направленные на то, чтобы призвать тепло, счастье, радость, здоровье и благополучие в дом. Так, например, считается, что все добрые дела, совершенные сегодня, обязательно потом тебе вернутся в старицы. Поэтому с самого утра люди стараются творить добро, помогать друг другу, подавать милостыню обездоленным, угощать друзей и родственников вкусностями. Поэтому 4 марта нельзя ссориться, брониться, ругаться, сквернословить, употреблять грубые слова и вообще на кого-либо обижаться. День должен пройти в хорошем настроении, с улыбкой и с добрыми делами. Народные приметы на 4 марта говорят, что если хозяйка сегодня наготовит много разных блюд, то потом весь год ее семья не будет страдать от голода, а на столе всегда будет изобилие пищи. Поэтому женщины приступают к готовке с утра пораньше, а угощение потом раздают не только домочадцам, но и соседям, гостям, друзьям и дальним родственникам. Главное блюдо этого дня – каравай. Этот роскошный пирог символизирует солнце. Хозяйки сегодня его пекут. Готовый пирог кладут на белое полотенце и три раза поднимают вверх, якобы протягивая каравай Богу. Потом разламывают руками на куски и раздают домочадцам. Все, кто откушает солнечного каравая, обязательно будут счастливыми и здоровыми в году. Также каравай раздают всем людям, кого сегодня увидят, даже если это незнакомцы или просто случайные встречные. Кружки от каравая выбрасывать нельзя. Их нужно смести в одну кучку, посолить немного солью, а потом на улице кинуть через плечо назад, тогда соль, хлеб и достаток вернутся в следующем году. В православных церквях в эту дату вспоминают апостолов Филимона и Архипа, учеников Павла. Хотя за крома с каждым днем скудели, на родина Архипа традиционно готовили множество блюд, которыми угощали родных, близких и друзей. Даже звали в гости нищих, чтобы покормить их со своего стола. Существовало поверье, что чем больше сегодня будет сделано милосердных дел, тем лучше будет жить семья. Кстати, если даже все запасы были съедены и хозяева затянули потуже пояса, ради благого дела продукты занимали у родственников. По народным приметам считалось, что заболевший 4 марта будет хворать долго и тяжело, или вовсе скончается. Проверяли, выздоровеет ли занедужавший таким способом, клали ему под мышки ломтики хлеба. Если утром они засохнут, не жилец хворавший. Была в народе традиция брать 4 марта три снопа, ржаной, овсяной и пшеничной, и нести их на возвышенность, освещаемую во время заката. С рассветом шли глядеть на них. Какой из них будет в инии, тот и уродит лучше других. Незамужние девки возлагали на весну большие планы, зная, что с природой расцветают и чувства противоположного пола. Поэтому в этот день девушки проводили специальные ритуалы. Наши предки знали и не забывали запрещающую примету, что нельзя делать 4 марта, в день Архипа и Филимона, трудоемкую работу. Сегодня, конечно, не рекомендуется и бездельничать, но и трудиться с утра до вечера тоже плохо, поскольку тогда в таком режиме придется жить всю весну. Не рекомендуется в день Архипа и Филимона быть грязным. Даже если и работа связана с грязью, нужно после нее тут же тщательно обмыться. В чистоте надо держать и квартиру, поэтому сегодня обязательно нужно сделать уборку, затеять стирку и посетить баню. Того же, кто ослушается данного запрета, оклевещут и избавиться от плохой славы будет очень сложно. Запрещается сквернословить и думать о плохом. 4 марта надо быть чистым не только телом, но и душой. Поэтому надо следить за своими словами и за мыслями, иначе весь негатив очень скоро вернется. Ни в коем случае в день Архипа и Филимона нельзя отказывать просящим. Надо помочь по мере своих возможностей. Если же этого не сделать, то удача отвернется именно тогда, когда надежда будет только на нее. Нельзя сегодня старикам покупать и готовить вещи для своих похорон. Таким образом можно привлечь к себе смерть. Лучше отложить эти дела на другое время. Запрещается много времени проводить дома, иначе до лета придется из него не выходить. Либо болезнь уложат в постель, либо еще какая-то беда случится. Не нужно 4 марта делиться своими свершениями. В такой день лучше молчать о своих успехах, тогда дело будет продолжаться в том же русле. Тот же, кто начнет схвастаться, загубит даже то, что уже сделано, не говоря уже о перспективах на будущее. Согласно народным поверьям, нельзя в этот день поднимать упавшую иголку просто руками. По примете, кто-то сильно ранит своими словами. Иглу нужно поднять тканью или магнитом. Согласно народным приметам, если сегодня день солнечный и ясный, то урожай потом будет богатым. Если снег еще лежит с угробами, то тепла скоро не жди. Чем больше еды сегодня приготовят в доме, тем больше будет богатства. Приметы на 4 марта говорят, что чем больше добра сегодня сделать, тем счастливее и удачливее будет человек. Видеть сегодня ночью падающую звезду – очень плохая примета, которая сулит несчастье и неудачу. Каравай, испеченный 4 марта, приносит счастье и изобилие. Если заболеть сегодня, то болезнь будет долгой и тяжелой. Если чайка 4 марта над домом летает – примета к теплу. В народе считается, что рожденные на Филимона очень любят погрустить. Из них получаются великолепные поэты и писатели. Обладатели 9 мужских имен сегодня празднуют именины. Именины – это день памяти мучеников и святых, когда они почитаются церковью. Тезки святых в даты почитания своих небесных покровителей отмечают День Ангела. По церковным верованиям святой наблюдают за своим тезкой с небес и оберегают от неприятностей, а также отвечают на обращенные к нему молитвы. День Ангела сегодня отмечают Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений и Макар, а также Максим, Никита, Федор и Теодор. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Не забудьте поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok